Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Работникам леса в Кировской области хотят повысить зарплаты. Рассмотреть вопрос об этом поручил на еженедельном совещании в правительстве губернатор Александр Соколов. Цитирую. У нас непростительно маленькие зарплаты у людей, которые отвечают за лес. Есть много должностей, на которых платят минималку. Только фанаты, которые любят лес, могут работать за такую зарплату. С нашей стороны это ошибка, сказал Александр Соколов. Он обратился к зампреду Михаилу Сандалову и попросил подготовить предложение по серьезному увеличению заработных плат. Больше, чем на 5-10%. Вопрос рассмотрят летом. Экономика. Экс-депутат из Слободского пытался скрыть машину от изъятия. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Ранее суд принял решение обратить в доход государства 7 миллионов рублей, законность получения которых не была подтверждена декларацией депутата. Денег на счетах его не оказалось. В этом случае по закону изымается имущество. Но и этому депутат попытался воспрепятствовать, фиктивно переоформив свой Mercedes-Benz по договору ударения на близкого родственника. Незаконная сделка была оспорена в суде. Аргументом стало то, что автомобиль не выбыл из владения и пользования ответчика. Из-за неполный календарный год он совершил более 100 административных правонарушений, связанных с превышением скорости в Кирове. Теперь автомобиль у экс-депутата изымут. В эфире «Экономика». Заправка для электромобилей начала работу о автовокзалах в Кирове. Это первая в этом году станция, установленная в нашем регионе по госпрограмме. Кировская область, напомню, вошла в число регионов, где реализуют пилотный проект по созданию электрозарядной инфраструктуры. Выделены федеральные средства на компенсацию затрат. Инвестор найден. В ближайшее время он установит такие станции также у Театральной площади, в Победилово, на улице Воровского и на основных региональных трассах. Заряжаться на таких заправках могут машины любых марок по 2-3 авто одновременно. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.